ту 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 всем привет с вами ворма эта игра под названием астронир альфа версия в раннем доступе находится в стиме стоит там порядка 400 рублей сейчас это обычная песочница так сказать но не совсем обычная что-то типа no man's sky но на минималках хотя no man's sky тоже так себе но короче это песочница где мы можем покорять планеты изучать их собирать всякие штуки кататься по ним летать с планеты на планету и все такое прочее собственно игра начинается того что мы сейчас можем сайт персонажа она очень сильно забагованная пока что на данный момент потому что все-таки альфа версия но тем не менее тут есть что поделать есть кооперативный режим очень плохо реализованы пока что очень сырой но играть можно то есть я с друзьями уже мне немножко поиграл мы создам персонажа из данного планетарного спутника не знаю что такое мы отправляем собственно на планетку которая под нами сейчас находится собственно другая планетка есть там еще другие планеты вылетают на них можно перелетать туда-сюда я думаю просто покажем за полчасика наверное чё-то вообще можно делать и собственно все просто покажу игру тоже на она реально прикольная то есть она стоит своих денег текущих как она стоит и вот у нас изначально получается образуется наша небольшая платформа мы выходим из нее наружу и вот наш персонаж новые функции но это все то что было обновлений пока никаких не было с последнего моего раза игры что ж у нас есть наша планетарная станция который можно прятаться от ветра и который можно использовать для подзарядки кислородом кислород отображается у нас здесь вот сверху и вот этот желтая штучка это энергия который можно использовать либо отдельно тратить отсюда из рюкзака либо делать специальные генераторы на них добавлять всякие штуки и прочим текстурки дальность обзора очень небольшая но текстурки подгружаются в прогрессии пути так я сразу вижу здесь эту херню и он ту херню лично будет собрать в альфа версии не знаю это будет ли уже выпущенной игре или не будет можно достать эту штуку и сделать начальный комплект доставить сюда к нам на базу она пригодится на q можно открыть рюкзак поближе здесь это инвентарь на эти штучки крепятся на всякие детальки разные этом мини крафт который можно сделать вручную из одной детали и большой крафт делается собственно из самих платформ для партон для платформы нам нужен сначала стол так его назовем ставим стол сейчас не так и подними так ставим вот стол допустим сюда вот я поставил стол я вот и разворачиваю тут короче из технологии уменьшения очень хорошо развиты и очень классная анимация именно как все это разворачивается ставится так далее здесь у нас вот маленький как раз инструментчик есть который будет нас знает не маленький от средний тадых вот собственно у нас есть средний фабрикатор есть еще маленький фабрикатор но нам не интересен чтобы что-то скрафтить нужно смола смола у нас вот смола вот есть далеке а там дальше есть соединение это что-то типа металла на я у нас есть пушечка которая превращает игру в скоростной майнкрафт то есть можно взять вот так вот все это выпиливать очень красивые классно делать дырочки можно нажать на контур чтобы выравнивать поверхность но для этого нужен контейнер чтобы из контейнера землю которую мы собираем мы ее могли выставить обратно вкладывать на alt можно поднимать на также требуется контейнер вот для начала мы сделаем вернее обратно кухню посмотреть это большая платформа не нужна камера для исследований уже интересней так так ладно это не нужно пока что тут также меняются сутки то есть можно прямом эфире так сказать наблюдать как у нас двигаются планеты планет относительно солнца крутится и все такое прочее давайте пойдем заниматься собирательством можно находить всякие артефакты здесь есть еще что-то в виде монстров но они в виде планеты сделан так собственно выражаются текстурки вот эта вся растительность она собирается в эту вот зеленую штучку на пушки нарастает это будет органика вот собственно один стак насобирали и он сразу добавился нам в инвентарь если стак полный не собирается он исчезает отсюда из пушки и ну теряешь короче считай какие-то части ресурсов соберем троечку органики думаю 300 к и уже кстати ночь началась уже 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 потемнело все собираем органика кислород быстро заканчивается у нас нужно быстро приходить его пополнять так это смола собираем смолу это не майнкрафт это более адекватная игра поэтому ничего не знаю так и возвращаемся обратно на базу чтобы восстановить кислород когда кислород заканчивается есть буквально 10 секунд чтобы вернуться к его запасам и восстановить его технологии здесь прям от бога то есть таких технологий в жизни нет не существует и скорее всего вряд ли когда смогут их изобрести но это интересно почему нет собираем дальше смолу она здесь у запрятки под землей прям по-любому есть ты же ты же ты же собираем смолушка наша можно выкопать дверь прямиком вас то есть просто под собой копать и все но ты храм там тут вылетишь так всю смолу собрал здесь нет еще есть еще запряталась моя крапулечка смолы вот она еще есть так выкопали яму большую так кислород 50 процентов на шифт можно бегать на пробел можно прыгать как ни странно это прям удивительное явление так давайте смолу все-таки поставим сразу так верни брат пожалуйста так не так ладно сейчас сейчас управление управление так мы берем открываем значит наш рюкзак берем смолу и просто мышка перемещаем ее на стол хотя я хотела переместить не на стол а сразу сюда почему-то не перемещаешь это сразу вот потому что не то выбрал что нужно было так мне понравится платформа на платформу поставим камеру для исследований то есть все стал все приборы они через камеру исследований создаются смола автоматически со стола подгрузилась сюда но можно сюда еще дальше выставить например всякие штуки можно их просто выкидывать на землю например но ветер их может потом сдуть поэтому все объекты собранные лучше закреплять на месте также вот здесь вот если пушку достать можно на пушку навешивать всякие штуки то есть у нее есть три ячейки три дырочки на которые можно поставить контейнер либо генератор либо еще что-нибудь так но мне нужно идти собственно к соединениям потому что соединение это один из самых нужных ресурсов которые требуются для примитивного крафта тех же самых контейнеров например требует соединения не у нас тут как раз рядышком дофига мир процедурно генерируем то есть он создается каждый раз заново с нуля рандомно абсолютно совершенно она довольно играбельная но на данный момент в раннем доступе когда ты изучаешь всю игру когда ты понимаешь что она тебя хочет когда понимаешь что планеты в принципе одинаковые отличаются только цветом текстурок скажем так потому что все цветы там враждебные всякие штуки растительные они тоже одинаковые везде всех планетах так еще собираем все соединение есть вроде больше нет ничего больше нет окей бежим на базу быстренько сейчас мы там сделаем себе специальные палочки которые позволяют кислород увеличивать дальность кислорода до сего будет больше чаще но сначала я сделаю фабрикатор мне нужен генератор сейчас меня я вспомнил основную штуку у нас здесь есть книжка вот это вот в ней мы изучаем разные штуки за байты байты собираются из исследований и всяких прочих интересных штук у меня пока байт 0 поэтому я ничего создать не смогу ни контейнер ничего остального я сделать не смогу поэтому мы начинаем делаем стол сначала я передвину эту штуку поближе чтобы на стол стоял на ровной поверхности zx можно крутить это все так давай поставим нам нужна энергия обязательно чтобы стол работал это просто вытягивается такой проводочек и соединяется с машиной вот желтая энергия пошла стол теперь рабочий теперь можем напечатать другой стол он собственно печатается можно увеличить сделать генератор например маленький вот он создается тратится нашей энергии потом энергия сразу устанавливается на за счет базы генератора устанавливается нас либо на рюкзак либо можно прицепить сюда например за счет органики он создает дополнительную энергию то есть вот нас ускорилась печатность ног ускорился органика потихоньку исчезает растворяется либо можно им этим генератором заряжать саму нашу базу публикатор мало мне не нужен я не помню что он делает но давайте все-таки поставим вдруг он нам пригодится потому что на соединение в принципе пока достаточно так создали мы фабрикатор фабрикатор можно поставить на любую штуку либо на стол либо прямо на пол поставить его тоже можно но свои ножки появляются так и что ты можешь сделать из него среднюю платформу и средний фабрикатор ну то есть то что же мы получили с помощью начального пока так сказать так ну либо можно взять с собой поставить и по пути там где-то новую базу создать например то есть как вариант это возможно так собственно вот у нас новый стол поставим мы здесь рядом с другими проводами стол уже побольше как можете заметить то есть не средний а вот уже большой вот такой вот прям вах соединяем с энергией можно даже вот так соединить их рядом вместе сейчас если я протяну его не хватает ему длины чтобы потом забрать нужно сначала отсоединить энергию чтобы ничего не мешало и все бегать смогли спокойно переноситься допустим вот так его кину тут постараюсь придут провод к нему получилось отлично теперь я что-то отсоединю в принципе это все будет питаться у нас по кругу круговой цепочки так теперь я хочу сделать камеру для исследований у нас сразу поставить сюда серьезно серьезно вот это это криво спланировано обычно чтобы стол стоял под этой штукой и он типа на ней прям херачил но тут так не сработало ладно в принципе можно отнять 100 также поставить эту платформу средний фабрикатор то сюда где-нибудь сбоку либо сюда ставить именно ресурс уже сами то есть есть специальные объекты которые занимают определенное количество ячеек то есть либо 2 ячейки либо 4 как здесь у нас эта штука делает и так далее сейчас наша цель получить байты чтобы открыть больше крафта нужно держать ку чтобы сразу открыть эту штуку 70 байт у меня откуда я не знаю но раз они есть то я сделаю контейнер теперь я могу создать у себя здесь за смолу кстати он создается они за соединение кладем смолу создаем контейнер контейнер создан его мы ставим себе на пушку и теперь сюда мы можем собирать землю земля потом дальнейшем понадобится для клонирования а также как я уже говорил для терраформирования то есть вот контейнер на потихоньку заполняется белой жидкостью можно заметить вот сейчас вот там жидкость белая прибавляется я вот он собираю 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 землю и теперь я могу взять например control зажать я зажимаю контур получается поверхность это выравнивание то есть она будет отцеливаться от той точки с которой я начинаю то есть если я сделал вот так то у меня текстура будет падать вниз в данном случае пониматься наверх мне нужно сделать выровнять поверхность с данной стороны например хочу увеличить вот эту часть я зажимаю control вуаля увеличиваю нашу поверхностную площадь чтобы делать больше столов больше всяких штук для изучения крафта и прочие штуки и также можно зажать alt чтобы поднимать землю то есть можно сделать вот такую штуку которая похожа у нас напиши в комментариях на что это похоже если тебе это интересно и суть это собственно важно шутки за тракториста у тракториста ты понял что надо сделать так платформа для исследования что она делает в нее мы можем загрузить артефакт либо уже добытую органику и превратить ее в байты это не интересно из простых ресурсов интересно найти понять артефакт какой-нибудь древний старый объект на этой планете который потом можно будет переработать собственно в как я уже сказал в байты байты опять же вторуюсь ресурс который так вырубить генератор надо просто так утратить байты собственно требуется нам еще раз повторюсь для изучения новых объектов крафта сейчас я хочу сделать еще опоры опоры это та штука которая нам позволяет дышать но кстати это ячейк можно тоже использую для крафта то есть подгрузить сюда специальный объект круто хочешь создать и автоматически изминтаря сюда в этой человеку переместиться нужная штука опора опора это то самое что необходимо для далеких путешествий без кислорода то есть мы ставим его рядом допустим вот здесь вот синий луч закончился да вот он почти закончился я ставлю опору вот он достать немножко дальше как видите пока на в раннем доступе поэтому через текстурки все проходит но типа похер вообще мы бежим закончилась ставим палочка закончилась ставим новую опору палочка закончилась ставим новую опору и таким образом мы можем к ней возвращаться и дышать Плюс она подсвечивает местность и удобно по ней бегать по ночам и все такое Так, сейчас я вижу еще соединение, полезные штуки Поэтому мы его сейчас соберем, потом соберем там смолу дальше, я видел еще Где-то там справа была, где-то мне показалось Мне показалось, это трава, я думал, это смола, это трава Собираем все вот это вот И, собственно, можно из этого что-то травтить, дел и все такое То есть это интересно на раннем этапе, когда ты не понимаешь, что еще в этой игре происходит Как это все делать, как это все создавать и как-то вот так вот Управление в принципе удобное, в принципе игра довольно регабельная, как я уже говорил То есть я не понимаю, зачем я повторяюсь, потому что вы уже все сами поняли Те, кому нравится Майнкрафт, эта игра, скорее всего, не понравится Те, кому Майнкрафт не нравится, а эта игра понравилась, Майнкрафт не понравится Как мне кажется, потому что мне Майнкрафт не нравится, но мне нравится вот эта игра, например Но она еще очень-очень сырая То есть тут пока мало чего можно сделать в целом вообще Так, давайте пойдем в сторону, пока опору ставить не буду Просто изучу, в какую сторону мне дальше развиваться что у нас тут вообще есть еще на планете интересного у нас есть вход в пещеру мы пойдем значит туда тут много из всяких пещер пещеры в горах пещеры в земле есть разбитые всякие спутники очень самые полезные как раз для начального развития штуки то есть разбитый спутник содержит в себе какую-нибудь исследовательскую штуку которую можно изучить и с помощью этого получить много байт сразу и сразу эти много байт использовать для более крутого крафта то есть например тут можно будет что делать самое интересное что это так это маяки это не то самое интересное например это планета ход то есть эта машинка которая катается то есть если ты далеко уже к от развился как далеко что-то нашел на тебя лень бегать постоянно делаешь планет ход катаешься на нем но лучше сделать сразу большой планета ход потому что на него можно сразу насадить кучу всяких штук то есть генераторы платформы исследования фабрикаторы фары всякие и прочь приблуду а также собранные ресурсы потому что это рюкзака всегда мало кроме этого у нас тут есть шаттл то есть обычный маленький шаттл и большой шаттл с кучей опять приблуд всяких шаттл позволяют нам как вы понимаете летать на другие планеты исследовать все то же самое что было и на этой планете давайте я думаю схожу в пещеру сейчас да посмотрим что у нас там пещере потом покажу немножечко что я там у себя наиграл там не особо много потому что обычно играл с другом на его серваке то есть тут как идет подсоединение у меня закончились кстати опоры поэтому еще сделаю благо соединение много собрал игра до меня это стало грустный после того кстати опоры также позволяет придавать энергию от самой базы игра стала меня грустно когда я понял что здесь уже нечего мне исследовать но лично мне на данном этапе развития игры потому что я сделал себе машину если сделал шаттл и собственно все все планеты одни и же ты что-то есть кстати хп но она не показано так пойдемте пещеру в общем когда ты еще для себя находишь устройство клонирования который позволяет за счет земли клонировать все что есть в этой игре все почти ресурсы ну или орду этих ресурсов то тебя сразу пропадать желание что-то исследовать и итак это энергия энергия нам нужна для чего для того чтобы энергия восстанавливалась помощью этой энергии то есть это как генератор в одном не знаю как как ресурс то есть не просто генератор ты сделаешь и за счет органики восстанавливаешь энергию а просто ставишь этот пак энергии рядом с устройством которое тебе которые требуют у тебя энергию и все она сама тратится как органика и и все у меня кстати заполнил контейнер к сожалению так внизу вот у нас есть как раз растительность кроме того то есть мало хит вот вниз хорошо было бы спуститься ты думаешь блин высоко отсюда падать но потом вспоминая что тебя в руках есть универсальная пушка для терраформирования и просто берешь сделаю что допустим поверхность под углом более-менее стабильным допустим вот вот таким углом зажимаешь control и делаешь лесенку если можно так выразиться это обычный сток органика который вот дамажит как раз у меня задамажил мне стало больно плохо не хорошо я себя почувствовал но хп мне не показали так собственно вот мы сделали лесенку себе вниз и здесь у нас как мне пишет уже игра сама и я уже это сказал мало хит мало хит это руда алюминия если не ошибаюсь но в данной игре по крайней мере то есть ее можно переработать в плавильной машине и с помощью этого получить как уже сказал алюминий но у меня уже как видите закончилось место в инвентаре то есть мне больше нечего собирать некуда собирать это кстати кислород то есть он будет то что также тратить как энергия допустим тебя заканчивается кислород у тебя бы сначала тратится эта штука или по-моему она даже без кислорода будет тратить сразу собери пожалуйста стак кислорода вот собрался кислород допустим мы отходим от платформы от опоры отношения и кислородами не тратится тоже на тратить сначала собственно наш пак с кислородом это аммони аммони тоже какая-то руда не помню какая чего-то там куча всяких растений и вот собственно я вижу то что мне нужно так вот эти херовины опасные они газом херачив нас очень неприятно который урон наносит их просто нужно подкопать они сами сломаются и больше делать такой дичи не будет вот здесь я вижу уже у нас есть штука для исследования старого кстати закончился мы ее срываем подкапываем дерево вот типа валим потом срываем эту штуку она большая занимает две ячейки допустим на машине либо просто на платформе и теперь я эту штуку хочу донести показать вам как байты добываются восстанавливаем к опоры к опоре приходим и идем дальше просто по этой опоре чтобы дойти до нашей базы обратно сейчас собственно покажу вот как это начальные условия как создаются для себя комфортные более-менее и потом закончено этом все больше ничего показывать так мы выбираемся и идем дальше на к нашей базе любимый уже хотя англамина не любимым потому что это новая база пустая на ней еще нету на не интересные и все так как но в принципе потратить там 300 или 400 рублей не помню сколько она сейчас стоит в стиме можно то есть 300 рублей эта игра окупает за счет часов игры по крайней мере то есть тут есть что поизучать есть что поделать единственно что изначально не совсем понятно что происходит но можно нажать на f1 и тебе откроется сразу все что можно тут делать все описание на русском языке уже это все переведено пожалуйста вот примитивный этот как называется обучающий сервис здесь у компонован в эту игру ну да ладно мы пришли к нашей базе сейчас мы изучим эту непонятную херовину растительным для этого мы подходим к нашему центру исследовательскому ставим ее на него смотрим и видим 898 каких-то сраных байт этого мало но тем не менее мы просто берем нажимаем изучить эта штука на зачем начинает ее изучать и вот указано что 66 байт в минуту мы получаем в целом это время на изучение всего этого артефакта займет 8 минут и посещение он просто исчезнет и можно будет поставить новый либо можно сразу ставить несколько платформ и и все типа смотрим что можно сделать то здесь указано количество байт как видите требуется гораздо больше чем 800 каких-то 98 и прочих но это все примитив это показал вам начальные условия давайте выйдем главное меню и я покажу вам каких может загрузилась меню залагалом это голос наверно пропал но не буду это внимание центрировать собственно это новая игра на выбор один из четырех персонажей грубо говоря это просто костюмы ни на что больше не влияют а здесь у нас тут дальше сохранения на эти ячейки устанавливаются то есть вот это вот это вот я вам сейчас показывал а это вот моя сама база давайте на нее посмотрим вылетают к вам туда на вашу платформу и бегут рядом с вами у них меняется цвет их ресурсов то есть там полосочка дать все которые у меня вот они синие например да так выходим то есть у меня весь костюм он из синего окраса да у другого игрока будет красный потом желтый по моему и зеленый или наоборот собственно вот такого вот такую небольшую тоже опять же базу можно создать буквально за один-два часа здесь есть склад это крафт больших всяких штук то есть можно сделать одноместные сиденья для машины например да то есть ты делаешь машину небольшую тебе нужно на него поставить еще стул специально можно сделать склад который разворачивается вот такую платформу на 8 ячеек потом можно сказать сделать побольше и так далее вот здесь для исследования рекомендую если вас нет артефактов находите титан именно титан титан дает тысячу байт если не ошибаюсь нет я вру он порядка двух-трех тысяч дает байт то есть его можно клонировать за счет вот этой платформы на который называется называется короче покажу как штука работает то есть это клонировал соединение собственно их же есть клонирую то есть как он работает сюда требуется образец можно выбрать сразу образец какого хотите клонировать либо органику либо смолу либо соединение литиум титан опять же уголь малахит латерит аммоний и так далее допустим мы хотим клонировать соединения ставим центральную штуку соединения теперь нам нужна почва этот термометр если можно так сказать показывает сколько внутри есть почвы вот можно нажать просто сюда чтобы он контейнерных вас ваш переместил сразу сюда и почву все оттуда выгрузил у меня почта к сожалению больше нет запасе но у меня здесь уже есть белым заполнено это показывает сколько почвы всего здесь есть я повторяюсь белые полосочки показывают сколько можно сделать копий от оригинала то есть вот я могу сделать 1 2 3 4 копии я могу сделать от одного соединения за счет данного количества почвы титан требует всего запаса почвы можно взять только одну копию из одного титана потому что очень редкий ресурс но он очень прибыльный весь запас требует примерно где-то порядка 6 контейнеров полностью заполнены почвы что мы делаем дальше мы нажим удерживаем я контейнеры маленькие заполняется почвой потом эта вся приблуда мешается сейчас она ускорится и постепенно вся почва которая там была за счет данного соединения которое установлен оригинала образует другие соединения можно видеть они уже вырастают со временем они вырастают и превращаются вот такие вот соединения обычной стандартной копии то есть это сразу очень очень-очень резко упрощает данную игру и она для меня теряет интерес то есть можно в принципе эта штука не пользоваться но она же здесь в игре зачем тогда ее использовать как звук перестал крутиться звучать покажи давай вот он закончил клонирование они выставляются теперь у нас сверху сейчас выставится вот их можно забирать то есть я из одного соединения за счет там двух-трех контейнеров почвы сделал пять соединений почему бы собственно и нет вот это плавильня собственно сюда ставится допустим у меня есть что-нибудь еще переплавить можно не у меня нечего плавить который я собирал ну в другой игре аммония собрал аммоний он плавится в медь и ошибся не в алюминии отметим плавится медь требуется для создания всяких проводов там и порчи всяких таких вот штук типа там лампы и прочее так собственно здесь у меня есть мой это кстати шаттл стоит на него нужно сделать сидушку у меня не было ресурсов чтобы собрать до конца то есть там еще нужно топливо внутри его заполнить чтобы он летал или что типа того сверху ставится кресло и можно летать покорять этот космос другие планеты все такое можно ставить маячки специально которыми метит вам метки где нужны всякие полезные штуки вы находили вот так вот кстати выглядят сломанные корабли в которых есть ресурсы полезные бывают частые для исследования штуки но там уже все собрано этом все же почистил как можно видеть опоры уже стоят я туда уже ходил и туда я ходил и туда я ходил и вон туда и что же ходил собственно шаттл мой шаттл наш этот вездеход на нем требуется энергия то есть у него здесь собрать образ отображается запас энергии поэтому я могу сделать батарейку взять который у меня есть переставить ее на наш на нашу машинку идет зарядочка а нет зарядка не идет она не заряжает батарейка не заряжает она сама тратит из себя запасы вот и собственно кататься единственно что единственное что эта игра очень забагованная то есть можно на этой машине случайно провалиться потерять все ресурсы которые у тебя были но на твоем рюкзаке и так далее это очень не круто то есть я из-за этого тоже пока обиделся на эту игру но возможно не кататься это круто это прям классно вот собственно корабль разбитый можем уходить вообще в никуда кроме этого данная машинка генерит свой запас кислорода то есть если мы из нее выйдем то у нас от нее идет кислород то есть все можно использовать как переносную небольшую базу чтобы создать себе условия комфортные в вам где-нибудь вместе отдельно от на вашей базы star также дают и большая машинка и средняя машинка и шаттлы дают и все остальное все что движется и позволяет делать вам такие ресурсы вот здесь есть кислородный бак снизу он неиссякаемый то есть можно откататься спокойно денем ученик дособирать потом отправиться обратно слышу снизу что там уже булькает вот тут есть пещерка видно ее так снизу в коопе плохо что когда ты подсоединяешься кому-нибудь на сервер текстура начинает себя вести неадекватно то есть вся вот эта красота которая здесь видно хоть и долго погружается она становится плоской плоскостью если где-то есть какой-нибудь выступ то сквозь него можно поглядеть сразу вниз найти там другие источники каких-либо материалов и сразу делать ним подкоп то есть твое исследование сразу превращается в следование через баги через багаюз вот собственно тут еще есть пещера можно укопаться вообще к ним самый низ уехать в ебеняк я нибудь водовые или типа того опять это моней и можно короче объехать всю планету всю абсолютно планету вокруг можно объехать на шаттле можно лететь на другую планету ее тоже можно все обследовать потом полететь на новую планету опять все обследовать но на этом все заканчивается потому что ты на одной планете находишь все типы ресурсов которые есть и нихера не меняется с планеты на планету то есть тут очень мало контент для такой игры на первое время его хватает как я уже говорил но потом его очень и очень мало деревья все можно также подпилить они не исчезают они просто падают на них можно также найти исследовательские всякие материалы они обычно круглые кем-нибудь круглые такие полу квадратные и так далее ну собственно что хотел я показал то есть она стоит своих денег но надеюсь что будет дальнейший прогресс и будет более интересно неё играть полчаса с вами прошло дома это бара заканчивать потому что ну мне лучше гореть самому либо самому с друзьями и и let's play it неинтересно можно по стримить например но вот именно вот так вот показывает как то но не знаю я показал в принципе все важно что в этой игре есть вот я думаю стоит заканчивать вся кому понравилось подписывайтесь на канал ставьте лайк смотрите дальше комментируйте смотреть другие плейлисты же обзорочек смотрите другие плейлисты я уже говорил но еще расскажу смотрите другие плейлисты и лайки ставьте и на колокольчик нажимайте и в группе вконтакте подписывайтесь чтобы не пропускать новые видосы стримы которые сейчас будут нас очень часто выпускаться стримы, почти каждый день буду делать по разным всяким играм, просто для себя просто для вас и так далее вот, в общем, на этом все вот мы перевернулись, можно, кстати, машину перевернуть, просто выйти, нажать Е, она переворачивается сама, на этом, короче, все всем, кому понравилось, я уже все сказал всем удачи, всем пока Субтитры сделал DimaTorzok